Мария Петерс пьет газированную воду. Так называется групповая выставка антверпенских художников в Музее современного искусства Антверпена. Мария Петерс ярко-рыжая красотка, арт-менеджер и куратор написала книгу под этим названием, где рассказывает истории 20 художников разного возраста и творческого багажа. Объединяет их всех в то, что они креативны и живут и работают в Антверпене. Книга также содержит интервью с кураторами, директорами Музеев современного искусства Гента Филиппа Ван Каутерана и Антверпена Бартом де Барре о текущем состоянии бельгийской арт-сцены. Для меня книга и выставка – это путешествие, в котором я делаю открытие и вовлекаю в этот процесс 20 художников. Это своеобразное артистическое приключение, в котором каждый проявляет себя по-своему. В моей книге и в этом зале вы видите общую картину нашего путешествия по загадочному миру современности. У меня получилось очень органично выбрать артистов. Я с ними познакомилась разное время в разных галереях, и их работы затронули мое сердце. Я пригласила их встретиться, и наше общение вылилось в мой проект и книгу. Инбокс, как ящик, вместил в себя все, что мне нравится. Конечно, круг моих привязанностей гораздо шире, но я делаю фокус на одном из аспектов. Для меня еще очень важным было собрать всех этих художников вместе. Некоторые знали друг друга до этого момента, но многие познакомились в первый раз. Я люблю соединять людей, создавать нетворки. И мне было интересно следить, как художники будут взаимодействовать друг с другом, и их произведения вступать в контакт в одном проекте. Людмила Балтакова, Мария Петерс познакомилась с галереей Вербекен-Ван-Дай, где сразу случилась химия между художницей и куратором. Обе женщины с яркой внешностью – брюнетка Людмила и ярко-рыжая Мари – начали общаться, и куратор посетила большую выставку Балтаковой в той же галерее на севере Антверпена в районе Эйланча. Особенно заинтересовала Мари ее работа клаустрофобия. Художница с украинско-русскими корнями всегда стремилась к свободе как в личной, так и в творчестве. Моя работа, так и называется, клаустрофобия, но это не о том, не о боязни закрытого пространства, о работе, о страхе, быть ограниченным в творчестве, ограниченным мыслить, в деяниях ограниченным. Даже если посмотреть, у музыкантов у них всего лишь 7 нот, и, конечно, там возникает боязнь, клаустрофобия, творчество, а что я могу сделать с этими 7 нотами. Также и в искусстве, краски, определенное количество наборов красок, и творить, мешать, как-то же, свободе. Это уже выход за рамки, за рамки клаустрофобия, все. Ну и используя, конечно, в своей работе я использовала обвертки конфет, история которых тянется из истории 60-х Советского Союза, когда Советский Союз боролся за свободу во всем мире, мир во всем мире, а тем не менее свобода, творчество в самой внутри страны была, конечно, ограничена. В 60-е, ну и я думаю, что до сих пор этой свободой все творческие личности лишены. Вот и об этом и об этом. Спасибо. Павел, доброе утро. Андрей Бабенко, наверное, единственный художник в мире, который получил и статус беженца, потому что он панк. В украине его молодость и у панковского движения было много проблем. Сегодня он живет в престижном районе пригорода Брюсселя Тервюрен с женой и двумя детьми и является собой идеальный пример успешной интеграции в бельгийский социум. Его работы выставляются в известных галереях и музеях Бельгии. Он дружит с культовыми музыкантами, художниками страны и Европы. Он один из немногих, кто знает, кто скрывается за именем его кумира Бэнкси. В творчестве в стиле граффити и в душе Андрей остается тем же панком, что и был вибрирующий 90-е. В его картинах и сюжетах сохранились театр абсурда и стихийности в бурной молодости, перенесенный на холст. И остепенившийся Бабенко Белджим все еще полон неукротимой панковской энергии, сегодня направленный на созидание. Моя работа, представленная здесь, она от 60 на 60 сантиметров, называется «Оставайся на связи». связана с прошедшим периодом корона и наши перформансы с Дирек Де Вахтером, Мауром Павловским, там Антон Квали, скрипка. Картина, я ее рисовал 3 месяца, очень интенсивно, то есть она очень концентрирована, насыщена, там много информации, много символов, то есть и там есть очень много указаний на будущий проект, и проект, который я сейчас делаю. Он интернациональный, я ему это Банкси, который сделал первый фильм, только Банкси. Мы с ним связались во время коронавируса, у нас наладился контакт, и мы, короче, решили сделать арт-фильм о панк-сцене, в которой я был связан несколько лет, десятков лет назад. Ник Рок-н-ролл, мы опять познакомились, встретились с Ником Рок-н-роллом, созвонились по WhatsApp, Ник мне просылает почту, поддерживает меня, прислали они мне с Новосибирской книгу про Янку. Доминик со своей стороны из Англии, из Бристоля, присылает мне тоже информацию, у него есть друзья, которые могут сделать, помочь реализовать, мы хотим сделать граффити, стену в Брюсселе. И это все крутится вокруг художественного фильма, как фильм, который, он может быть 10 минут этот фильм, может быть 40 минут, мы еще не знаем, но это вот как крохочущий поезд без остановки и как будто камера, которая снимает у меня в голове все эти переплетения с Россия, Украина, Бристоль, Брюссель. Очень интенсивный, интересный проект, и мы сейчас подали субсидии министру культуры Бельгии, потому что у меня в сентябре прописали как профессионального художника в архиве художника Фландрии, который пожизненный. И с этой позиции я могу теперь просить субсидии у государства. То есть мы подали запрос на этот проект государству при ходатайстве, видео-ходатайстве Мауру Павловске, директора арта Ранва Рквали, где они очень рекомендовали меня как артиста, с которым они уже работали. И у меня появилось очень много за последние полгода вообще таких соратников, как Нетворк, как и в Бельгии, и в России, и на Украине. И я надеюсь, что мы получим эти деньги, не сегодня, а завтра, может, в следующий раз, я не знаю, но вокруг этого всего создается какая-то такая движуха, и нам очень всем вместе интересно. Особенно после короны, сделать как 30 лет назад, такой арт-фильм, прорыв, в котором нет ни начала, ни конца, и который бы потом показывать можно было в музеях. Это новое, это как обновление, то есть и в этом кусок истории. И ручник, вот эта история вообще, это я посмотрел, мне прислали вот фильм такой, фильм «Объект, ноль объект» про питерских художников. И там совершенно, я вспомнил вот эту вот тему, когда там один, в общем, художник, сорвали они, у нас, помните, дома висели ковры у каждого в зале, там ковры вот с оленями, например, или красные, ну, я ностальгия. Туда принесли кучу хлама этого классического. Этот художник, он сорвал ковер, значит, и написал на нем «Е-Е», «А-Са-Е-Е» на этом ковре. И вот эта вот свобода, блин, когда я звоню Нику рок-н-роллу, когда мне звонят, мы вспоминаем эту свободу, которая была, то есть он и остался в этой свободе. Все, вот, ветер такой. И у Бэнкси, у них тоже там ветер точно. Ручник привезла мама. Ручник лежал у меня в моей комнате, где я рисовал. И я, значит, она привезла два года назад моей дочке Эми. А сейчас с этой короной мои дети до сих пор не были на Украине. И как-то такая, ну, ностальгия, хочется опять на Украину, опять связалась с теми русскими музыкантами, опять все-таки вспомнилось. И я увидел этот ручник, посмотрел этот фильм. У меня как-то так сошлось, думаю, мы были молодые, писали на одежде, там, КПСС, да здравствует Ленин. Думаю, вот написать на этом ручнике нужно какой-то призыв. Потом увидел книгу Банкси, где они там пишут, в Палестине пишут, сделай кебаб, не делай хумус. И у меня, конечно, были всякие безумные идеи там написать, но мы так очень, так подошли к этому всерьез. То есть картина, она такая абсурдная, авангардная, а посыл чисто такой вот просто люди хорош уже, как бы давайте любить друг друга. Но вообще, это фраза от Джона Леннона Make love not war. И я решил обыграть, театрально обыграть вот так вот этот ручник. И я его повесил у себя в комнате, где я рисовал эту картину. Как-то так тепло, уютно стало. Как-то вот он так по-матерински, наверное, окутал эту картину и какое-то получился третье измерение. То есть картина по картине, а тут получился какой-то добавочный эффект. Я подумал еще туда приклеить наклейку от Панкси, подписать. И такая объемная скульптура получилась, концептуальная работа, которая мне, в принципе, самому очень... То есть я думаю, в этом стиле продолжать прикалываться, делать такие картины, перформансы с каким-то месседжем, которые универсальны. И я очень много слышал отзывов от очень разных людей первый раз на свою картину, которые, в принципе, они принимают это. То есть это посыл, он не сконцентрировал на одном художестве, а вот он как бы универсальный. «Делай борщ и не воюй». То есть, вот, ну, можно интерпретировать по-разному, конечно, но это не совершенно не... Я не... там... какой-то политикой глубокой занимаюсь. Это просто вот... как шутка. Ну, а теперь вот она висит в музее Мюга, и это становится такая двойная шутка. Это прикольно. Для любого художника престижно выставляться в музее. У наших героев Севи появилась строчка. Выставка в музее современного искусства Антверпена. Адинь. Адинь. Субтитры создавал DimaTorzok